Всем доброе утро! У нас сегодня четверг, и это означает, что у меня сегодня выходной, колледжа нет. И я хотела с вами сразу же поделиться как сразу такой новостью и радостью, которая произошла вчера у меня. У меня есть знакомые две, две знакомые девочки с Украины, которых я хорошо знаю, которую одну знаю очень-очень давно, уже лет 8, как точно, другую чуть-чуть поменьше. Света, Настя, привет! Короче, у нас есть в городе своё собственное радио. И вот эти две девочки, Настя и Света, они ведущие этого радио, радиоведущие. И я никогда не слышала их передачу, они ведут ранковый фреш, так и называется. Эта передача с 9 утра до 10, они там поднимают темы всякие, мировые, световитое мы, разговаривают на разное, там, рассуждают что-то, потом рассказывают что-то. Ну, очень интересно. И вот я ни разу не слышала, только вот вчера у меня появилась такая возможность. Я досиделась до 11 вечера, у них как раз это 9 утра. И я списалась с одной из девочек, из этих радиоведущих, со Светой. И я сказала, так, знаешь, что Калифорния на связи, и она слушает сейчас тебя. И она, ух ты, класс, класс! И потом она говорит, мы тебе привет передадим. Я думаю, вау, привет! Я вообще не ожидала от такого. Типа в прямом эфире привет, такое бывает. Мария, это со мной происходит? Ну и, короче, просидела я целый час. Я очень-очень внимательно всё слушала. Девочки, мне очень темы, все ваши понравились. Понравились все, очень актуальны. Там они поднимали мировые новости, что и как сейчас происходит, где, какой праздник. Было интересно слушать, потому что я такую информацию ни разу не слышала. И мне было интересно. Я не отвлекалась, там типа, а, я такое слышала, а, повторно. Такого не было. Я внимательно очень слушала. Классно было. Особенно про... Мне понравилось про то, что... Про этот... Как его? Про черты мужского характера. Вот это мне очень понравилось. И потом, знаете, как раз уже под конец, уже было почти 12 часов вечера. Это 11.57 было, без трёх минут. Я уже думаю, а, концовка, типа, даже привет не передали, хотя говорили. А, ну ладно. Хорошо. И тут уже без трёх минут. И там говорят про куреи в США, про яйца, от чего зависит. От чего зависит цвет куриного... Куриная шкарлупы. Что в нём содержится. Как яйцо дышит. Сколько дней оно должно быть в инкубаторе. Что и как. Ну и, короче, рассказывали, рассказывали. И потом одна из девочек говорит, а теперь... Ну, раз ты там, типа, говорила про США, у нас такое-такое... И, короче, плавненько так, очень плавненько перешло вообще тема на мою сторону. Я вот, когда слушала, то я очень хотела записать, чтобы показать вам. И думаю, мне такая память будет. И я хочу вам показать и послушать. Я читала, что ты говорила про яйца, про... Вот, слушайте. Это Света говорит. Вот. И хотим сказать, что наша радио является мегапопулярным. И оно уже вышло за межи Украины. И слушают нас не только в Фастове, не только в Украине, а даже и в Калифорнии. Вот так вот. Калифорния. Тому мы хотим передать привет всем калифорнийцям, а особенно Марии. Ай, спасибо. Особливо Марии. И желаю, чтобы она засинала, потому что сейчас у них уже почти 12 часов ночи, чтобы она засинала наше радио. И я думаю, что если все калифорнийцы будут слушать и засинать под наше радио, то им будут сниться яскравые и чудовые сни. Вечерний фреш, согласно. Вот, вы слышали вот это? Что, типа, если будут так слушать радио, они будут хорошо засыпать. Реально, я вчера очень хорошо спала, потому что я когда послушала, я на таких эмоциях была. Еще то, что привет мне передали лично. Это, ой, девочки, спасибо большое. Я вообще не ожидала. Мне было очень-очень сильно приятно. Спасибо. Спасибо. Я вот так обнимаю, обнимаю. Вы вообще супер классные. За вами скучаю очень. Когда я приеду, обязательно мы с вами встретимся. То вот так. Вот мне передали привет. Это было очень здорово, неожиданно. Так что, чтобы вы знали, это был ранковый фреш и радио Твого Миста. Называется так. Вот. У меня такая новость. А сейчас я уже покушала. У меня был только что завтрак. У меня сейчас 11 утра, 11 дня. Уже почти обед. Но поздний завтрак был, и я сейчас планирую поехать в фитнес. Поэтому я беру обязательно, конечно же, вас. И мы с вами сейчас пойдем заниматься. Я вырвалась уже с дома. У нас сейчас 12 градусов тепла. Вы представляете? Это вообще, это вообще солнечно все. Очень-очень тепленько. Короче, я сейчас уже, наконец-то, все вещи взяла. Ой, мамочки, как тут слишком-слишком близко. Ох. Так. Кнопочка. Так. Фу. Ура, идем заниматься. Так. На улице очень тепленько. Через 3 дня, я посмотрела, уже будет плюс 17. Плюс 17. Вы это только можете поверить? Я нет. Мне надо вещи сложить. Это у меня в машине лежат вещи для спорта. Кроссовочки. После этого, если получится, то мы поедем по делам. Там кое-что нужно отдать. Знакомой. Так. Сколько можно куплиться? Вы только скажите. Все. Едем, едем. Занимаются. Такой солнечной погодой. Вы только смотрите. Смотрите на ту пальму. Ух. Класс. Как красиво. Ох. Классно. Как же смотришь на это все. И уже прям так солнышко припекает. Как будто летом. Вот мой фитнес. Должно быть места полно. Моя полочка первая всегда должна быть свободной. Потому что я ее ложу. Это мое любимое место. Когда я, как всегда, складываю свои вещи. Так. Да, я приезжаю почти... Ну, не всегда, но я стараюсь приезжать одетая уже. Правильную одежду. Но сегодня я решила одеть нормальную одежду. И приезжаю здесь принудиться. Поэтому так. Из-за того, что я болела, я теперь буду носить теплую кофточку. Вот такую. Вторую. Это одна из моих любимых кофточек Канада. С длинными рукавами, чтобы я снова не простыла. Ну, и мои леггинсы. Поэтому так буду сейчас переодеваться. Думала, на изданку одела. Так. Все. Теперь идемте заниматься. Как хорошо людей вообще никого нет. Никого нет. Вы представляете? Я пошла. Пока! И здесь почти никого. Здорово. Так, от этого кондиционера я больше здесь не буду стоять. Буду подальше идти. Так, давайте-давайте. Смотрите. Я уже прошла час 05, 553 калория, 454 мили. При темпе 4,2 и при наклоне 4,0. Сейчас 2,11. Отлично. Так. Я уже прошла на беговой дорожке. И сейчас, сейчас я решила позаниматься первый раз на такой велосипедике. Короче, кручу педали. Я только что отменила свой этот фитнес-пэс, термит. Потому что, знаете, мне слишком дорого получается. То, что я только занимаюсь кардио, делаю кардио-нагрузку, только хожу на беговой дорожке, я понимаю, что это есть в каждом фитнесе. Мне не нужны тут никакая сауна, ни бассейн. Я этим не пользуюсь. Поэтому я только зря плачу 35 долларов в месяц. Я буду ходить в другой фитнес, который находится возле моего дома. И он всего стоит 10 долларов в месяц. И я могу приводить дополнительно своего друга бесплатно каждый раз. Это мне выгодно. Я могу брать с собой Аню, я могу брать с собой других знакомых, которые не имеют пропуска в фитнес. Так что так, я только что отменила. Но так как я перед этим заплатила 74 доллара, я, получается, проходила январь. И этот февраль я могу целый ходить. Поэтому этот месяц я еще буду ходить в фитнес 24 часа, круглосуточно. А уже со следующего месяца январь-февраль-март. А с марта я уже пойду и куплю себе пропуск на другой фитнес. Поэтому так что так, фитнес оставляем этот, переводим в другой. Вау, как же красиво все-таки на улице. Вау, мой папе меня ждет. Ой же, как красиво. Вау, вот оно. Вот, это я сегодня должна отвезти мамочке одной деток. Книжки вот эти. То, что мне все давали. Осталось вот только отдать. Читаем, видите? Все, чем я занималась с детками. Вот пропусы. Это сегодня я отвезу. Потому что я уже не буду преподавать украинский и русский язык. Все. Это прощаемся с этим. Желко как. Так что так. Смотрите, работник. Так, я сейчас зашла в пиццерию. И я заказала себе салатик Цезарь, который стоит 6... Вот. Thank you. Вот стоит Cheese Caesar. Салат Цезарь. 4,99. Но я сказала, что я хочу с курочкой. То он сказал 6,47. Поэтому так. Сказали ждать 15 минут. Вот 6,47, как я и говорю. Вот так выглядит этот ресторанчик. Никого нет днем. Я сейчас подожду 15 минут и покушаю. А, мне салатик дали. Все. Теперь я пошла кушать. Какой салат красивый. Вы только посмотрите. Дали мне вилочку. Ой, какой рейндж тут есть. А ну-ка давайте попробуем. Сухарики. Этот салат Цезарь. Все, буду кушать. Всем приятного аппетита. Я только что отдала тетрадки и книжки уже. Детские все. Ну да, то, что я вам показывала. Это одна мама мне дала весь материал. То я ее только что привезла ей. Отдала. Так, все. Сейчас 6,05. Я вообще так доехала хорошо. Мне носим на репетицию, поэтому мы сейчас с вами отправляемся в церковь на репетицию. Мы уже пришли на флору. Чего? Вот это сверху. Все. Уже сейчас мы готовимся. Мы будем петь три песни, которые называются Я приду, поклонюсь. Потом Кто сеет свои русалы. И Lion and the Lamb. Это Таня. Помните ее? Нет. 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 Ой. Это Таня. Мы с ней платье выбирали. Кто не помнит видео, посмотрите в конце. Нам уже платье не нужно. Я слышу he. He. Камень будет по ветерам. He's coming. He должна быть там. Окей? One, two, three, four. He's coming under the clouds. Kings and kingdoms will bow down. Отцу. Yeah. And every chain will break. As broken hearts declare his praise. И молотов That as broken, as broken... Итак, «У нас broken hearts declare he has prayed, but who can stop the Lord?» «He's coming on the clouds, kings and kingdoms will bow down» Слушайте, это пенуле. Хорошо. 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 Продолжение следует... У нас уже все закончилось, репетиция закончилась, и сейчас я отправляюсь уже домой. Я уже устала, сейчас уже 9 часов вечера. И всем желаю хорошего настроения. Спасибо за то, что вы со мной оставались сегодня весь день. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить пальчик вверх. Если вы не подписались, то быстренько подписывайтесь. Пишите все ваши вопросы и комментарии, которые вас тревожат, которые вас интересуют. И увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!